Болельщики поджидают у входа в аэропорт олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина, чтобы получить автограф. За одну ночь 21-летний пловец превратился в кумира молодежи. Его победа на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро стала сенсационной. Спортсмен находился на восьмом месте в общем зачете, но в финале оказался сильнейшим. Самый преданный болельщик – мама новоиспеченного чемпиона Татьяна Баландина. Она приходила почти на все выступления сына в Рио-де-Жанейро, твердо веря в победу. Однако перед решающим финальным заплывом Татьяна потеряла входной билет на соревнования. Это был такой стресс у меня. Конечно, жалею. Но может быть, это даже знак судьбы какой-то, потому что и дома прервалась трансляция на самом интересном месте. И у меня там билет улетел, но я успела добежать до отеля, доехать. И как раз через 10 минут начался финал. Конечно, припала к телевизору, целовала, весь телевизор в слезах, в помаде. По словам мамы, Дмитрий Баландин с детства одновременно покорял несколько вершин. Изучал рисование, владел английским языком, затем увлекся футболом. Но делом всей жизни занялся в 8 лет, когда пересек порог алматинской школы-интерната для одаренных в спорте детей. С тех пор он упорно шел к заветной цели – медали Олимпийских игр. О том, что эта победа историческая для Казахстана, в своем поздравлении подчеркнул Аким Алматы Бауржан Байбек. Мы обсуждали, сидели с родителями. Для них эта победа была ожидаемая, потому что Дмитрий все эти годы трудился неустанно и достигал больших успехов. Но это спорт. Здесь помимо огромного труда, поддержки, мощи государства, еще нужно просто везение. И оно было 200 метров брасом. Это, наверное, первая историческая победа в плавании, которую Казахстан достиг. Поэтому мы гордимся тобой. Весь секрет в многолетней и планомерной работе над собой, говорит Дмитрий Баландин. Никакой особенной диеты не придерживался, и тренировки вполне обычные. Четыре часа в день, утром и вечером. Всего 10 занятий в неделю. Но в Рио-де-Жанейро именно он, скромный алматинский парень, обошел именитых конкурентов из США и России. Ну, после заплыва абсолютный сумбур в голове, ты не сразу понимаешь, что происходит. Я долго присматривался на табло, думал, ошибка может нет. Так, я первый. Но потом пришло осознание того, невероятная радость, невероятная гордость того, что я смог подарить вам всем этот праздник. Но почивать на лаврах пловец не собирается. Уже осенью чемпион приступит к усиленным тренировкам в преддверии очередных стартов. И гонорар за победу на Олимпиаде – 250 тысяч долларов – решил пока не тратить. А сборная Казахстана продолжает выступление в Бразилии. На девятый соревновательный день в копилке уже 8 медалей. Наша страна занимает 16-е место в общекомандном зачете. Лидирует США, Великобритания, Китай, Россия и Германия. Продолжение следует...